Привет, друзья, я Григорий Герман. Сегодня у нас с вами будет довольно неожиданная тема для разговора, для размышлений. Мы когда-то уже говорили на эту тему где-то чуть больше года назад. И сейчас, осенью 2023 года, снова пришло время представить себе, что было бы с Украиной и со всем миром, что было бы со всеми нами, если бы у Путина получилось, если бы Путин смог, если бы Украина не устояла в ту самую очень холодную и злую весну 2022 года. Если бы силы обороны Украины не смогли сдержать орды рашистских профессиональных военных на самой современной российской технике. Что было бы, если бы российские танки не были остановлены в пригородах Киева? Если бы орки прошли дальше, к Житомиру, к Днепру? Если бы они захватили Кривой Рог и вышли, куда там они хотели выйти, да? На что, Рудольфович, давал полтора месяца народного кредита доверия армии РФ до Хмельницкого, до Уцка, да ровно? Что было бы с украинцами и с Украиной? Мне кажется, мы стали немного забывать, на краю какой пропасти мы стояли. И смогли не только отойти от этого края, а и скинуть туда сотни тысяч российских чмонь. Скинуть туда всю профессиональную армию. Все элиты из элит российских вооруженных сил. Сбросить на скалы небытия военный потенциал, который Путин, точно как толкиновский горлом, копил, лелеял и холил, любуясь на парадах. Его прелесть, мощь российской армии. Мало кто из россиян сейчас представляет себе, что весной и летом 22-го года была практически уничтожена. Самая профессиональная часть ВДВ, штурмовых частей потерпели сокрушительное поражение и понесли страшные потери. Парадно-выходные дивизии. Тамалская, Кантемьировская. Ну а мы, украинцы, слабо сейчас уже представляем, какие адовые врата открылись бы для большинства из нас, если бы у Путина получилось. Буча, Гастомель, Ирпень, Изюм, все это трагические, ужасающие, ледянящие душу, но все же примеры, пробники того, что происходило бы в намного больших масштабах, если бы у Путина получилось. Расстрелы проукраинских граждан, насилие, мародерство, пытки и списки тех, кто подлежит уничтожению в первую очередь, кто будет лишен прав во вторую. Рашисты подошли к вопросу оккупации Украины не менее методично, чем их старшие братья, немецкие нацисты. Все задокументировано, все трофейные планы и документы подшиты в дела, все жертвы опознаны и выяснены обстоятельства их смерти. Сейчас, когда силы обороны Украины смогли освободить почти 50% оккупированных в 1922 году земель и людей, пора снова вспомнить, ради чего мы воюем и против кого. Тем более, с каждым освобожденным городом открывались все новые подробности, подтверждающие наше самое страшное опасение. И даже более того. О том, какой была бы Украина под пятой рашистов с Игорем Петренко и Андреем Сидельниковым. Оставайтесь. Будет страшно, но интересно. Итак, какой была бы Украина, если бы больше года назад у Путина получилось? Ну, не за три дня, но за полтора месяца, которое, помнишь, Соловьев давал кредит доверия армии от народа на полтора месяца. Так вот, какой была бы Украина под боем? Ну, во-первых, была бы Украина, ее бы не было. Как минимум, такой, как мы ее знаем. То есть это было бы уже независимое государство. Скорее всего, это был бы протекторат Российской Федерации, либо губерния Российской Федерации. Возможно, бы какие-то дискуссии шли о западной части Украины. Возможно, да. Создание какой-то автономии и так далее. Ну, то есть риторика была бы, она совсем, скажем, другая. То есть очевидно, что российские войска, они бы задержались в Украине достаточно надолго. Ну, конечно. То есть они бы вряд ли захватили быстренько, поменяли президента или лидеров, скажем, страны и быстренько ушли. Ничего подобного. Они бы были здесь, возможно, даже в виде какого-то миротворческого, наверное, контингента. Российская Федерация обязательно бы что-то придумала, как это можно было бы объяснить. Поскольку, ну, очевидно, что все равно уровень доверия к Российской Федерации, он был бы очень низким. И любой гаулятер, он бы не пользовался ни авторитетом, ни особой поддержкой. Ну, да, была бы часть общества, там, любитель ее ПЗЖ и всего остального. Ну, в целом, все равно это была бы достаточно такая шаткая ситуация. Дальше очевидно бы, что Российская Федерация проводила бы серьезные репрессии. Тут два варианта. Либо они бы могли особо не сдерживаться в этом и делать то, что они делают в Крыму, допустим. То есть приходить с обыском, забирать людей, сажать в тюрьмы и так далее. Не особо чем разбирать. Да, создавая видимость судебного процесса и всего остального. Ну, надо сказать следующее. То Украина бы была, на мой взгляд, разделена на части. И вот часть, которую бы захватил, если бы захватил Путин, ну, была бы привлечена просто в концлагерь. По большому счету. Здесь как бы не нужно гадать. Здесь нужно совершенно понимать. Мы видим прекрасно, что граждане Украины, какие бы сказки до этого Путин не получал, и доклады о том, что будут приветствовать российские войска, чуть ли не с цветочками, значит, с поцелуйчиками, со всеми остальными вещами. Этого не произошло и не могло произойти. И, конечно же, никто бы не согласился на подобные вещи, а держать людей в страхе, в напряжении и, в общем-то, ну, просто перекрывать кислород, это вот любит как раз Путин. Поэтому, конечно, часть, наверняка, западная Украина не получилась бы у него дойти таким стремительным образом. Но вот если бы получилось это продвижение и взятием Киева, что вообще, в принципе, я не верю. То есть я вообще всегда считаю, то есть Киев можно уничтожить и стереть с лица земли ракетами, бомбами в сухопутном режиме, никогда, Путин, вот просто никогда, какие бы силы бы он ни кидал, ну, просто это невозможно, я это просто оставляю за гранью. Ну, а так, конечно же, это была превращена территория в концлагерь, как бы это были бы массовые убийства, ну, и все с этим вытекающее. Мы же с тобой понимаем, что даже если бы вооруженные силы Украины не смогли удержать ситуацию и действительно там за полтора месяца армия Российской Федерации смогла бы захватить большую часть территории Украины, то мы же понимаем, что все равно на этих территориях шла бы очень активная партизанская борьба. То есть то, чего вообще не было в Крыму практически, и то, что было в намного меньшей степени на территории Донбабовой и Луганды, когда они, собственно говоря, устанавливались, да, там вот такого активного партизанского движения, когда из леса бы стреляли по колоннам, да, там бы не было. А на этой территории Украины такая бы партизанская движуха была. И достаточно долго. Да, достаточно долго, но, опять же, здесь вопрос ресурса. То есть без поддержки партнеров все равно бы партизанское движение, оно быстренько очень закончилось, да, то есть готова ли была бы та же Польша или Запад, там, через Польшу, ну, или через другие западные государства, соседствующие с Украиной, и поставлять соответствующее вооружение для того, чтобы подпитывать это партизанское движение. Это первый вопрос. Если бы могла бы быть, то, конечно же, тогда этот процесс был бы долгим. Если бы не могла бы, то, скорее всего, движение бы никуда не делось, оно бы просто приобретало другие формы, но оно бы точно не было таким ощутимым, как Российская Федерация. Российская Федерация, она бы делала в Украине то, что сделала у себя. Только она у себя это делала, ну, тоже убийствами и всем остальным. Мы помним политиков, журналистов, но все равно это был такой более мягкий подход. А в Украине бы они точно особо не церемонились. Первое, с кого бы они начали, это все те, кто записался, кто причастен к силам обороны, да, к вооруженным силам, кто записался в добровольческие какие-то формирования, да, кто был в терроробороне, дальше это их семьи обязательно были бы, потому что они были бы самые неблагонадежные. Безусловно, это все эти публичные люди, то есть и политологи, и эксперты, там, политики, все, которые плохо высказывались. Кого-то бы они попытались перекупить однозначно, вот, ну, или как-то запугать, или еще что-то перенесут на свою сторону, чтобы вот можно было обезьянку показывать. Вот, смотрите, мы тут поменяли свое мнение, Россия не такая плохая, как нам казалось. Я думаю, что были бы такие люди, но, думаю, немного их все равно бы было. Вот. А с другими бы это все было очень так. Либо они бы считались жертвами войны, то есть элементарных просто бы убивали, или они бы где-то там были под пытками в каких-то подвалах, и там они оставались, и было бы часть судебных процессов, которые бы они показывали, смотрите, это экстремисты, это террористы и так далее. Вот такая была бы риторика. Кто бы мог быть, по-твоему, президентом? Ну, вот, новоназначенным Путиным президентом Украины. Ну, видимо, Медведчук, по большому счету, который, я так понимаю, и проворачивал какие-то действия для того, чтобы, в общем-то, себя, да, там, и информацию выдавал. И это было связано с огромным количеством финансов, и структуры были задействованы, огромное количество спионов, да, или там предателей на тот момент находилось в Украине. Что уж говорить, когда по Киеву по крышам бегали и рисовали кресты граждан Украины, да, это не заслонные были, надо сказать, там, агенты из Москвы. Нет, это были купленные совершенно, там, перевербованные, завербованные агенты, которые выполняли свою работу. Ну, они являются гражданами Украины. Поэтому, да, я думаю, что это Медведчук, скорее всего, и претендовал на подобную вещь, и сценарий такой рассматривался самим Путиным. Ну, видимо, как раз Медведчук и его окружение этот сценарий проталкивает тогда. Я бы думаю, что они бы попытались провести потом выборы, конечно же, для того, чтобы в глазах Запада легензировать. Ну, мог бы быть кто-то, Мурай, допустим, да, они уже говорили, как о возможном гауляте. Мог бы быть кто-то из ОПЗЖ, там, есть тебе Рабинович, пожалуйста, он тебе Бойко, или еще кто-то. Ну, то есть, очевидно, кто-то из этого фланга, из представителей вот этих, скажем, групп. Либо мы могли вернуть Виктора Федоровича. Вы же помните, он, когда были первые переговоры, летал там где-то в Беларуси, сидел в коптерке, ждал, когда я его достану, как черта из табакерки. Есть еще Азаров, который тоже продолжает свою антиукраинскую деятельность, который тоже вот мог бы вернуться с экзила и продолжит здесь, значит, свое шествие политическое. Вот, наверное, где-то эти вот люди. Я надеюсь, чтобы Царева они не поставили, хоть мозгу бы им хватило, что этот дебил полный и просто конченый во всех отношениях, не умеющий связать двух слов, наверное, попытались кого-то приличного более. Как ты думаешь, как быстро они попытались бы легитимизировать то, что произошло с помощью фейковых каких-то очередных либо референдумов, либо парламентских выборов, что-то вот такое? Я думаю, что в течение, допустим, полугода наверняка, говорит, произошло, потому что мы прекрасно понимаем, что никаких выборов и в России просто нет, 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 не в Беларуси выборов. И вот эти процессы электоральные, которые происходят, ну, выборами просто никаким уже образом назвать нельзя. Ну, если мы с точки зрения цивилизованного общества смотрим, международного сообщества и всех, как бы, в общем-то, вот этих вот уже общепринятых действующих институций. Поэтому, ну, полгода провести фейковые голосования, опять-таки, какая разница, сколько приходит, да? То есть, понятно. Главное, кто как считает и какой придается результат. Ну, провел вот Путин на аннексированных территориях, вот мы уже видим, как бы, вот эти все мероприятия. Это что, легитимность, как бы, дало какое-то? Это дало какой-то результат с точки зрения продвижения политических процессов? Нет, конечно, мы прекрасно понимаем, что все это фейк. Как ты думаешь, какие первые решения были бы приняты вот этой вот прокремлевской властью вот в первоочередном порядке? Я думаю, что... Показатель болевых точек, знаешь, на самом деле? Да, они бы, безусловно, начали сразу с вопроса культуры, с вопроса исторической памяти, отменения законов о декоммунизации, сразу бы памятники здесь тыкали, рассказывали бы, сразу бы книжки из поистории поменяли, все остальное. То есть, сразу бы они занялись в первую очередь промывкой мозгов. То есть, пропаганду завели бы здесь телевидение, или использовали те ресурсы, которые есть у нас, с соответствующими, скажем, людьми, которые должны были бы от зомбоящика промывать мозги украинцам, рассказывать, что все было не так, что это Украина на Россию напала, что здесь были нацисты, что, значит, Зеленский, он тоже там нацист, экстремист, террорист, и он ко всему этому привел и так далее. То есть, в первую очередь, они бы работали как раз с массовым сознанием, и на него бы пытались влиять. Дальше они бы пытались, или параллельно даже с этим, выискивать точки опоры. Точки опоры, то есть, коллаборантов, конкретных людей, которые готовы с ними сотрудничать, пытались бы находить тех, которые имеют какой-то авторитет, очевидно. Ну, то есть, они понимали бы, что, учитывая тот отпор, который украинцы там давали, партизанское движение, о котором мы с тобой уже поговорили, они бы пытались находить более-менее кого-то вменяемого, чтобы вот эта вот масса, скажем, такого центристского направления могла бы прямо прислушаться, да, больше не к радикальному крылу, условно говоря, да, а вот до такого. Вот таким бы образом они пытались изменить ландшафт, ландшафт и электоральную, скажем, базу. В то же время они бы, очевидно, закрыли точно границы бы и пытались бы не выпускать украинцев, поскольку, ну, очевидно, в такой ситуации миграция была бы понятной. То есть, практически, не знаю, процентов 90 украинцев, они бы точно шли на Запад, выезжали бы. Ну, те, кто не мог там бороться, безусловно, технологии бороться, они бы пытались это сделать. Что бы в первую очередь начали кроить? Ну, я думаю, что информационное пространство, судебную власть, наверное, можно было бы технически там буквально заменить за несколько месяцев, ну, понятно, фейковыми какими-то, значит, людьми, но необходимо было распространение пропаганды. Поэтому, скорее всего, все средства массовой информации украинские, которые бы не перешли на сторону России, были бы ликвидированы, прикрыты, репрессированы журналисты, те, кто не успел бы уехать, и российская пропаганда вошла бы в каждый дом, где, соответственно, ступала нога вот этого фашистского, макузинского режима. Поэтому это, наверное, все-таки первое и необходимое. Как ты думаешь, о каком порядке цифр мы говорим, когда с тобой говорим о репрессиях? Да, мы говорим о репрессиях, мы понимаем, что мы говорим о убийствах, о внесудебных казнях, а мы говорим о концлагерях, в конце концов. То есть мы говорим о всем том, что уже происходило и сейчас происходит на оккупированных территориях. О каких цифрах мы говорим? Сколько бы людей было? Ну, я буду исходить из того, что Россия, она бы пыталась все-таки выглядеть более цивилизованной в глазах Запада, не знаю, есть на самом деле. Поэтому мог бы прогноз был, это сотни тысяч где-то, наверное. Сотни тысяч? Сотни тысяч, да. И они бы пытались максимально это маскировать. То есть это где-то был бы прилет, это значит, вот террористы украинские подорвали какое-то здание, и там, значит, трупики подкинули... Погвалили бы было, правильно? Да, да, да. Трупики подкинули бы где-то с каких-то других подвалов, свезли, вот видите, ай-яй-яй, какие же они там плохие, ну и так далее. То есть они бы пытались это заваулировать на самом деле. И поэтому пытались бы быть более сдержанными на самом деле. Но зависит тоже от того, были бы у них возможности налаживания отношений Запада. То есть если бы эти возможности были, были бы более спокойны. Если бы они закрылись на какой-то определенный промежуток времени, им исключительно нужно было ориентироваться на Китай, допустим, там Иран или еще кто-то, то, конечно же, они были менее сдержанными бы, это точно. Если бы у Путина получилось захватить Украину или большую часть ее, то, наверное, это, в общем-то, можно было бы сказать, что уничтожено было бы несколько миллионов украинцев. Потому что вот украинцы, у них, наверное, воля к жизни, воля к свободе, она больше совершенно, чем у россиян. И вот подстраивающиеся людей под те или иные условия, ну, заведомо меньше. Это то, что я наблюдаю, уже живя достаточно долго в Украине. И, конечно же, вот невозможно было бы согласиться, и украинцы бы просто не приняли вот эти условия, которые бы Путин предоставлял. Поэтому убито было бы достаточно много граждан. И я действительно осчисляю, что это больше миллиона бы точно убило. Путин сказал о том, что огромное количество украинцев старалось бы выехать на Запад. О каких цифрах мы говорим? Ну, смотри, если в ситуации, когда у нас получилось остановить и отбить Российскую Федерацию, я просто хочу напомнить о том, что это большое наше достижение. То есть, когда мы сейчас говорим о том, что где-то что-то буксуют, или нам где-то чем-то там не дают, вы просто посмотрите как раз, чтобы было. Или что мы уже прошли. Через что мы уже прошли, что нам удалось. Это очень важно. Но мы сейчас по разным оценкам, говорится, если усредненно взять, это 7 миллионов украинцев, которые находятся на границе. Я думаю, что минимум нужно умножать на 2 этот показатель. То есть, 15 и даже больше, наверное, миллионов. То есть, до 20 миллионов украинцев старалось бы выехать и покинуть вот эту вот, да? Украинскую Российскую Федеративную Республику, да? В составе Российской Федерации. Да, безусловно, смотрите, у нас очень много людей с открытой проукраинской позицией. Очень. Артикулирующих в социальных сетях, на улицах, я не знаю, в целом. То есть, они бы все были под прицелом, они бы это прекрасно понимали, что здесь ничего хорошего не ждет. Поэтому вариант те, кто могут, те бы сражались. Те, кто не могут, всего разных причин, то они бы пытались, безусловно, выехать. Или, а те, кто бы сражались, все бы пытались свои семьи, точно. Женщины, детей, матерей, сестер и так далее. Их переправить в безопасное более место куда-то назад. Недавно появилась информация, по-моему, то ли в Индепенденции, то ли за иконами, то в Индепенденции, по-моему, о том, что международные расследователи выяснили, что где-то за несколько месяцев до полномасштабного вторжения россияне уже планировали операцию по вывозу зерна с территории Украины. Вывозу зерна со всех элеваторов, со всех баз хранения с целью устроить в Украине очередной голод. Ну, я верю в эту информацию. Я, честно могу сказать, статью я не читал. Если она была в Индепенденции, найду, открою, посмотрю. Но я верю в эту информацию только потому, что я человек, который занимается, например, санкциями, прекрасно сейчас уже осведомлен и знаю о том, что ряд российских олигархов первой величины начали переоформление своей заграничной собственности на подставные лица там или родственников. То есть мы видим, это тоже уже знают. Так что верхушка вот этих финансового струта, финансовой мафии, она была извещена. Да, им не удалось там многое сделать, но так или иначе подготовку они за несколько недель до полномасштабного вторжения уже начали проводить. Сегодня мы видим эти сделки, мы знаем, мы пытаемся полностью, скажем так, наложить, во-первых, вето на проведение, и признание тех сделок это раз, а во-вторых, необходим арест все большего имущества, количество у россиян за рубежом для дальнейшей конфискации. Так что, в общем-то, здесь то, что зерно пытались вывезти и планировали устроить очередной голодомор, я опять-таки в этой вере знаю методы российской власти. Да, 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 безусловно. Это, по-моему, писал об этом Индепендент, если я не ошибаюсь. И действительно, это, кстати, является одним из мотивов нового преследования для Путина, поскольку... И это, кстати, Международный криминальный суд. Это, опять же, Карим Хан будет этим заниматься. Это подследовательность как раз Международного криминального суда, МКС. И здесь не надо придумывать спецтребуалы и так далее. То есть это очень серьезный момент. И действительно, голод, они бы хотели повторить, тридцать тридцать третий год. Потому что тогда человек, ну, голодный человек, он не будет думать об идеологии, об независимости и так далее. Он будет думать о том, как выжить. Вот когда ты ставишь человека на порог этого выживания, то особенно, когда это касается не только тебя лично, а касается твоих детей, которые умирают у тебя на глазах, твоей семьи, родных, близких и так далее, ну, тогда это послушный материал, с которым можно было бы полепить то, что ты хочешь. Нового украинца, угодного Российской Федерации. Поэтому здесь шли бы все возможные методы. Они бы, конечно, придумали, что... Допустим, они бы вывезли там с элеватора, быстренько его подорвали и сказали, что вот это, значит, террористы-партизаны это сделали и так далее. Ну, пытались играть в такую игру. Дальше бы они точно не допускали гуманитарные грузы или их там фильтровали, или просто их там батырили и так далее. Для того, чтобы как раз, знаете, как выхолостить, да, вот такое есть русское слово, выхолостить украинскость с украинцев. И это был бы, да, к сожалению, новая такая трагедия в центре Европы. Как ты думаешь, каким был бы ответ Европы на подобный, на подобный акт? Если бы Украина не пустела? Ну, в первую очередь, конечно же, Европа помогала той части Украине, Украины, которая бы была не под влиянием Путина. Понятное дело, продолжилась, как бы, помощь беженцам, которые и оказываются сейчас. Вот. Ну, насколько они готовы были бы жестко отвечать, ну, я не думаю. Мы видим, как бы, сейчас уже почти два года скоро будет полномасштабное вторжение, а война вообще началась с 2014 года, с аннексией Крыма. Значит, они юридически, конечно, не признают это все. Да, понятно, никто... Крым никогда не признает российской территории. Но это же, опять-таки, это бумажки, по большому счету, это просто слова действия. Где? Вот на сегодняшний день. Почему речь там, допустим, о танках, которые начали поставлять, пошла там только через год, да, или тех же самых самолетов, которые до сих пор еще не поставлены в Украине. Снижается военная помощь. Не потому, что они не хотят. Понятное дело, что делают, в общем, тоже почти всевозможное, но огромное количество этих других конфликтов. Да, сейчас на Ближнем Востоке получилась как бы своя война, и туда тоже необходимо содействовать с помощью. Но так или иначе, необходимы просто жесткие меры. К жестким мерам Запад не готов. Он так как бы устроен. Вот эта неповоротливая машина Запада. Ну, в принципе, вот, исходя из того, что Запад, он где-то месяц-полтора, кроме некоторых стран, типа как Британии, допустим, или наших, там, Польши, и Балтийских стран и так далее, но их на пальцах можно пересчитать двух рук, они выжидали. То есть, если они выжидают, то, значит, они бы просто смотрели на ситуацию, и они исходили из позиции того, что, окей, Путюм не за три дня, но за три недели удастся действительно захватить Киев и сменить власть в Украине. А дальше они будут смотреть и уже реагировать по тому, что будет происходить. Безусловно, они бы осуждали Российскую Федерацию за насилие, за тамубийство, за допущение гуманитарного кризиса. Я так сейчас прям представляю, как они говорили о России, не допустите гуманитарный кризис в Украине, и так далее. То есть, да, они бы продолжали только по правам человека и так далее, но они бы все равно впоследствии были готовы находить общий язык с Российской Федерацией. Дальше они бы были разделены точно. То есть, это была бы большая проблема внутри НАТО и Европейского Союза. В первую очередь в НАТО. То есть, балтийские страны, они бы сразу поняли, что здесь нужно бить в аларм, поскольку, если Путин сделал такое с Украиной, если не было ответа от НАТО, не было консолидации, просто выжидали, мы тут помогали, а вы, значит, мне, то следующими объектами агрессии спокойно можем стать мы. И тоже у них бы возник вопрос, а союзники нас поддержат, а сработает ли пятая статья Вашингтонского договора или нет. И поэтому Путину бы захватом Украины удалось бы расколоть НАТО так точно. Там были серьезные достаточно дискуссии, и это был бы серьезный кризис. Я не уверен, он смог бы Байден его потушить. Ты думаешь, Запад бы продолжил покупать энергоресурсы, ездить к Путину навстречу, ужать ему руки. Ну, учитывая то, что некоторые страны этого же Европейского Союза покупают сейчас, скажем, спокойно, и те же США, допустим, уран покупают же в Российской Федерации, покупают уран. Поэтому здесь продолжали бы, делали, и, в принципе, наверное, бы даже не видели в этом особо ничего плохого, к сожалению. До той поры, пока Путин стал бы качать страны Балтии, да, или пытаться точно так же качать, а потом захватить и вернуть в свою орбиту и страны Восточной Европы. Да, да. Есть еще одна сторона, да, которая бы вела себя несколько по-другому, если бы Путин победил, если бы Путин смог добиться того, чего он добивался. Это Россия. Как бы в России реагировали на то, что Путин добился своего? Здесь. Ну, с учетом пропаганды, с учетом того, как, опять-таки, происходит все информационное в этом пространстве, ну, вот этот ура, патриотизм в какой-то момент возрос. Ну, а с другой стороны, каждый гражданин в ежедневном режиме почти входит в магазины. Ну, грубо говоря, да, то есть вот от государства он далеко. И они же прекрасно видят на себе и на своем бюджете. Почему изначально было вот это достаточно большое количество контрактников, да, когда баснословные суммы предлагаются за участие в этой войне, подавляющее большинство населения живет достаточно скромно в России. Многие, многие миллионы живут за чертой бедности. И когда они слышат, что вот там вот эти миллионы за похоронки, либо вот эти зарплаты безумные, там, по 200 тысяч, да, в деревнях, в которых набирали этих мобилизованных, они в глазах-то я всегда всю жизнь таких денег никогда и не видели. О, а это было бы шабаш победобесия огромного. То есть они бы говорили, вот, мы там 9 мая, великая эта, а вот у нас тут новое свершение, вот мы движемся к объединению, мы утрем нос этому западу, который нас сдерживает и который нас пытался, значит, забить под плинтус, а мы вот такие сильные. Это было бы разжигание еще больших империалистических амбиций, то есть они бы говорили, давайте не останавливаться, мы должны двигаться дальше, мы должны вернуть все, что нам по праву принадлежало, апеллировать, очевидно, к Советскому Союзу, мы должны быть там сильными и так далее. Ну, то есть это все было вот в этом бы стиле, это было бы, наверное, увеличение культа личности Путина. Пилипп Дифферамбы, это было бы что-то, в лучшие времена Сталина, наверное, да, вот подобный был бы подход. И это было бы продолжение деградации и деформации общественного сознания россиян. По твоему мнению, твоя фантазия в стратегической перспективе, чем бы для россиян и для России обернулся успешный украиннаж? Ну, если брать глобально, то полным уничтожением в дальнейшем, потому что, еще раз говорю, он бы не остановился, а пошел бы вперед уже дальше, да, перейдя границы стран НАТО. Ну, вот. То, что мы, как бы, сейчас, это, как бы, видится, даже вот в нынешней ситуации, здесь даже фантазировать не нужно. Путин приведет Россию к развалу гражданской войны внутри страны. Здесь я тоже совершенно убежден, у меня никаких подвесов, здесь уже не нужны фантазии. Ну, вот. Но глобально Путин бы добился, если бы он схватил Украину, как бы добился бы того, что действительно российских граждан по миру уничтожали бы. Уничтожали без суда и следствия. Так что здесь я совершенно тоже, здесь даже, ну, тоже не как бы не фантазия, а как бы реальность, которая была бы, если бы это произошло. через сколько лет, по-твоему, если бы у Путина получилось, мир бы пришел к осознанию того, что с этим монстром необходимо завязывать. И после чего? И пришел бы вообще, ну, в конце концов, наверное, пришел бы, но через сколько десятков лет? Пришел бы. Я думаю, что это было бы достаточно быстро. Первый, там, даже год и так далее. То есть, учитывая то, что век информатизации, очевидно, что информация о тех бесчинствах, которые совершала Российская Федерация, несмотря на там контроль, она бы была. Ну, то есть, люди бы видели, это бы, скажем, будоражило там общественности и так далее. Очевидно, что они бы не останавливались, они пытались бы заметать следы, но, как видим, у них это плохо получается. И, соответственно, я думаю, что в целом украинская диаспора, те, которые люди выехали с Украины, они бы пытались, скажем, вернуть свои территории и постоянно тоже бы пушили этот вопрос и показывали. И обязательно они бы совершили какую-то громадную трагедию. То есть, либо это огромное количество там жертв, или действительно голод это был бы, потом бы эти все факты скрылись, все тайное становится явным рано или поздно. Вот, поэтому здесь было бы, наверное, прозрение. Но самое главное прозрение наступило бы, это когда бы Путин пошел в атаку на страны Запада. Реально. И тогда бы воевать с путинцами уже пришлось европейским и американским. И европейским, да. И тогда бы они вернулись к вопросу Украины, к тому, что вот нужно создать безопасную зону. Вот как бы это ни звучало. В лучшем случае сотни тысяч убитых и замученных в подвалах ФСБ непокорных украинцев. Голод. Снова голод. Для того, чтобы умиротворить всех остальных. Еще миллионы беженцев. Концлагерь размером с Германию в самом сердце географической Европы. Сироты. Изнасилованные женщины и дети. И снова на столетие запретанный язык на право самим определять свою судьбу. Тонны помоев из телевизора, а потом снова воевать. Но уже не за свою страну, а за путинский бред. Рецепт проверен на Донбабвийско-Лугандонских бантустанах. Рецепт, приготовленный для всей Украины. При нерешительной до первого танка на территории стран Балтии позиции ЕС и НАТО. А потом еще сотни тысяч погибших, но уже европейских и американских солдат. Такая вот апокалиптичная картинка была заготовлена безумным старым хрычом с иезуитской улыбкой и пустыми глазами для Украины, Европы, мира. И это мы еще не учитываем геополитический эффект, в котором к этому списку прибавился бы и стертый с лица земли например Тайвань, на который напал бы император Си, окреленный успехом своего плешивого злобного кремлевского пса. И на пути всего этого нерушимой стеной встала Украина. Это то, что мы уже смогли остановить. Это то, что мы смогли предотвратить ценой тысяч жизней наших героев. Героев, перед которыми в долгу весь цивилизованный мир. Героев, которые и сейчас не только не пускают рашистов дальше, но и клочок за клочком, метр за метром освобождают украинскую землю от такого сценария. И будут освобождать дальше. Потому что нам не нужен мир, в котором у Путина получилось. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok